Вот я, например, извините, поделюсь своим наболевшим. Я очень болезненно пережила, когда Стивен Кинг сказал, что больше его книги не будут переводиться на русский. Я очень люблю Стивена Кинга, он очень популярен в России. Мне кажется, что это большая потеря для русского читателя. Но очень много книг Стивена Кинга продолжает продаваться в России. Это уже заключенные договоры, это уже сделанные переводы и так далее. Стивен Кинг самый продаваемый автор в России. Я очень ждала, что Стивен Кинг выступит с каким-нибудь заявлением, что все средства, которые он получает от российских читателей, пойдут на помощь Украине. Мне кажется, это было бы очень хорошо, красиво и естественно. Ничего подобного мы, к сожалению, не услышали. В этом мне видится какая-то странность. Поверьте, ни Путин, ни Волошин, ни Кириенко не читают Стивена Кинга. Уходя с российского рынка, он наказывает тех людей, которые по большей части и так не поддерживают. Билли Саммерс Стивена Кинга – это, судя по некоторым признакам, последний Стивен Кинг, которого мы с вами прочитаем на русском, потому что нехороший человек Стивен Кинг сообщил, что не будет больше у нас издаваться. Ну, во-первых, поживем-увидим. Во-вторых, он пока ничего и не написал после Билли Саммерса. В-третьих, Билли Саммерс тоже спасибо очень хорошо. Это история о наемном убийце. Вообще, это такой классический сюжет. Наемный убийца со сложной душевной организацией. Я думаю, что мы все и фильмов таких смотрели, миллион книжек таких читали, немало. То есть хороший наемный убийца, который, конечно же, сюрприз убивает только плохих парней. И вот тут Стивен Кинг делает такой шаг в сторону от этого канона. Убийца должен убить человека, которого он не может убить быстро. Он должен сидеть в засаде несколько месяцев. Для того, чтобы сидеть в засаде несколько месяцев, ему нужна легенда. Он должен себя за кого-то выдавать. И его наниматели говорят, а давай ты будешь изображать, что ты писатель. Сидишь тут и роман пишешь. А проблема в том, что этот наемный убийца с тонкой душевной организацией всегда хотел быть писателем. И таким образом он получает на полгода возможность жить жизнь своей мечты. И вот эта история оказывается таким сюжетным двигателем в этом романе, который, как всегда, у Стивена Кинга работает превосходно. Субтитры создавал DimaTorzok